Данными нашей разведки подтверждается информация о направлении начальника Нацгвардии Украины Балан непосредственно подчинения командующей оккупционных сил 10 мобильных подразделений общей численностью до 900 бояков и состава 12-й бригады Национальной гвардии Украины АЗОВ, которые прошли боевую подготовку на полигоне Урзов, в Лизе Мариуполь. В задачи бояков входит осуществление провокационных обстрелов и вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции. На вооружении этих групп националистов имеются минометы калибром 120 метров, ударные беспилотные летатели аппарата и снайперское оружие. Националистов распределили по всей линии соприкосновения, примерно по одному подразделению в каждой бригаде противника. Такое решение командованием вооруженных сил Украины было принято накануне проведения 76-й сессии Генсаблей ООН. Таким способом военно-политическое руководство Украины, для того, чтобы добиться внимания и поддержки со стороны западных стран, нацелено зацивилизировать обстановку на Донбассе. Мы продолжаем вести наблюдение за деятельностью националистической организации Украины в целях своевременного реагирования на потенциальную угрозу. Продолжающаяся агрессия со стороны Украины только увеличивает число потерь среди самих украинских оккупантов. В результате вынужденного ответного огня 11 сентября нашими защитниками уничтожена огневая точка, с которой противник вел огонь по жителям Докучаевска. Потери украинских боевиков составили один погибший и трое раненых. 16 сентября вынужденного ответного огня ранены еще двое боевиков 46-го батальона Донбасса, осуществительное обстрел из минометов по жилому району Еленовки. На фоне снижения ворально-психологического состояния украинских боевиков планомерно растет число небоевых потерь. Складывающаяся ситуация обеспокоен главнокомандующий вооруженных сил Украины Залужный, с чем и связано его внезапное прибытие в зону оккупационных сил. В период с 11 по 17 сентября в соединении в частях тактической группы «Восток» небоевые потери составили 19 человек, одна из которых безвозвратная. Отмечается низкая укомплектованность подразделений 406-го артиллерийской бригады. По полученной информации от оперативно-дежурного 66-го дивизиона лейтенант Трудный, по указанию командира бригады Шубина, для восполнения некомплекта личного состава в августе этого года в зону оккупационных сил прибыло 7 военнослужащих срочно службы для обеспечения работы штаба в районе Тачна. В настоящее время командование 66-го дивизиона во главе с командиром Строганова проводит поезд этих семи строчников, которые 14 сентября самовольно покинули расположение подразделений. Установлены их фамилии Шершин, Жашков, Лысенко, Амельчук, Кондей, Носов и Нита. Также известно, что вместе с ними дезертировал и один контрактник, водитель-санитар медицинского пункта дивизиона старший солдат Лученко. Факт происшествия командиром бригады Шубина тщательно скрывается от вышестоящих командований. В надежде, что поиски белинцов дадут положительный результат, или срочники пожелают вернуться. На сегодняшний день напряженность в зоне конфликта искусственно сохраняется в высшем командовании вооруженной силы Украины, которая намерена привлечь к осуществлению огневых провокаций нас гвардейцев. На данном направлении боевики 54-й бригады осуществили обстрел на съемку-то Еленовка и сигнал «Выпустим 24 мины калибром 120 мм». В результате обстрела в Еленовке поврежден дом по адресу улицы, приездная, дом 70, в котором находились двое детей, 12-ти лет и младенец 2021 года рождения, а также два домостроения и два гражданских автомобиля. Кроме того, каратели 58-я бригада, по приказу военно-преступника Каченко, дважды обстреляли весело, выпустив 24 мины калибром 120 мм. На Мариупольском направлении военные преступники 127-й бригады с гранатометом произвели обстрел на съемок-то Еленовка. С начала текущих суток боевики 16-й батальон 58-й бригады нанесли минометный удар 20-ю минами калибром 120 мм по поселку Шахта-Октябрьская, это в городе Донецке. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей. Двое мужчин 1987 года рождения и 1991 года рождения, проживающие по адресу проспекта Алхозна-1а, и мужчина 63-го года рождения, проживающий по адресу Васильченко, 37. Также минометным обстрелом повреждены жилые дома по семье адреса, по улице Васильченко, Энкельса и Шверник. В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для восстановления режима тишины с целью защиты жизни и здоровья населения республики в соответствии с пунктом Е и Д в комплексе дополнительных мер подразделения народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огновой активности противника. Все факты нарушений со стороны украинских боевиков в оперативном порядке доведены до представителей украинской страны ВСФК. Если говорить за неделю, то зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня. Противник вел огонь по населению пунктов нашей республики, применяя артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120-82 мм, различные типы гранатометов, стрелкового оружия. Обстрелом подверглись в район 13 населённых пунктов нашей республики. В результате обстрелов в ранении получили 5 мирных жителей, повреждено 12 домостроений и 2 гражданских автомобиля в Донецке, Докучаевске и Еленовке. Кроме этого, 11 сентября боевиками Украины совершена диверсия на действующей нефтебазе в городе Донецке с применением ударного беспилотного летательного аппарата. Нарушение третьего пункта дополнительных мем наблюдательной миссии ОБСЕ подтвердили размещение 119 единиц вооружения и военной техники в 17 подконтрольных Украине населённых пунктах вблизи жилых домов и лицеральных объектов. Призываем жителей оккупированного Киевом территории не допускать размещения вооружения и военной техники вблизи своих домов и объекта гражданской структуры. А во всех фактах сообщает сотрудник омиссии ОБСЕ. Только публичная огласка преступных действий украинских боевиков позволит своевременно их предотвратить и обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших родных и близких. Украинские боевики продолжают нарушать мандат миссии ОБСЕ, препятствуют мониторину воздушных средств миссии на подконтрольном украине территории. С целью недопущения обнаружения запрещенного вооружения в 10-й, 93-й, 54-й и 127-м бригадах противник активно применял станции радиоподавления и состав мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭП. Большинство случаев ограничения работы беспилотников миссии отмечалось в зоне ответственности 93-й бригады. За неделю зафиксировано 8 фактов подавления канала управления навигацией беспилотников миссии ОБСЕ до линии боевого соприкосновения. Кроме этого, боевики в мотопехотном батальоне РЭП обстреляли стрелковое оружие беспилотник миссии ОБСЕ во время наблюдателя полета вблизи населёнку Тонавогнадовка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова